В Глудском районе, в управленном центре, слово зарабляет на яходах. Дикоросу у населенства уже закуплено больше, как на 8 миллиардов деминованных рублев. По новых грошах на 800 тысяч. Сбор яход реально пополняет бюджет района. Татьяна Сергеевича погутрила и со сборщиками черниц, и с нарыхтовщиками. Агрогородок Турыно. На улицах тяжко найти хоть одного человека. И так практически в каждом соседнем населенном пункте. Усе в лесе. Сезон нарыхтовок. Яход все лета, как никогда, много. Если бы так каждый год было, вообще бы отлично. Попадаются такие ветки, что ужас. Вот сегодня с утра мы брали, там вообще прям огромные. И шмарганешь, так-так целожменя. Первые яходы, кажется, сборщики пошли 20-го червеня. За месяц некоторые сдали дикоросов на 10 миллионов старых рублев. Многие специально в отпуск присвятили сбору черниц. Четыре поднялись, попили кофе и все, и поехали на машине в лес. Некоторые мясовые жахары поспеваются еще до працонного дня черниц набрать. 10-литровое вядро у основным каштое 140 тысяч. Это 14 рублей новыми. После работы знов у яходы. Мясовый цех заморозки пройшел на круглосуточный режим и працует без выходных. Ягода приносит валюту. Цехом переработаны черники на всей общей, в том числе и до Ванжинской, более 600 тонн. Также в настоящее время произведена отгрузка черники на экспорт страны Евросоюза в количестве 180 тонн. Углузский район чистый от радиации. Их это черничный край. Камон Рыхтовка и Дикоросов тут займаются 7 субъектов восподарения зырозных областей Беларуси. Заготовители оплачивают порядка 5% от прибыли налога на дикорастущую продукцию. Углузским районе начинали примать ягоду по 25 тысяч за килограмм. Теперь дают по 18. Черника отыходить, пошли рыбы-лесички. Сезон тихого поливания протягивается.